То есть по факту мы должны взять распечатку и хотя бы взять от пилота, после своих действий, хотя бы от пилота взять пояснение, либо написать самим, правильно? Да, но в этот момент, вот сейчас я запробую, больную тему. Вы знаете, помните, что есть такая комплиментирующая тема, которую я рассказывал про правила одной минуты. Вулкан эмоции многих, да, манипуляции, стакографов. Вот сделай все, как ты сказал, но старайся сделать так, чтобы ты не сорвал ее, до минуты. Ты двух зайцев убиваешь, ты в законе, есть распечатка, печатка, все, но тебе всю неделю горит пауза, ты ее не сорвал для стакографа. Потому что если ты все это сделаешь, как ты сказал, у тебя с понедельника паузы нет, и там моргает, и останавливается, и ты не видишь даже конец дня, когда, потому что ты только остановился на кофе купить, а она 24 часа начинает, или 45 часов, понимаешь? И эта хронология сотрется только после следующего уикенда, это тебе очень сильно мешает. Старайся этот отъезд сделать, ничего не открывай, никакую смену, никакую страну у тебя просит подъехать. Посмотри, знаешь, видел то видео, что я рассказывал, про секунду как-то. Я не видел, нет, не видел в той минуты. Как работает? Как работает? Вытеслили вы меня все-таки на конфликтную тему, чтобы не было потом, что я учил вас, учить вас, учил вас что-то нарушать. Это надо себя самого перестраховать. Я не буду повторять, все, отпишите. Опять же, наша надпись в распечатке, это и есть наша страховка, правильно? Да. То есть и тут мы будем тоже себя страховать. Да, да. Понимаешь, в чем фишка? Если ты сделал с надписью, с печатью, там, некоторые полицеи хотят, некоторые не хотят это делать, ты все сделал законно. Но если ты ее чисто диджитально, чисто по программе сорвал вот эту паузу, то они уехали. Ты имеешь распечатку. Он начал от этого момента опять отсчитывать тебе 45 часов. Программа сошла сон. Сошла сон, правильно. И всю неделю, каждый день это уже, и ты типа и в законе, но ты потом найдешь какого-то дурачка, который не захочет читать твою распечатку. Это реально, это возможно, и больше будет доверять тому, что подключится к твоему токографу, а вот я там красным, 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 потому что каждый день токограф пытался тебя заставить остановить на пол. Поэтому я вас прошу и призываю, и не боюсь того, что сказал один раз, и, мол, мне пишут такие, Богдан, а ты еще не удалил видео про правила одной минуты. Это не будьте дураками, это не нарушение, это не манипуляция, это, как ты сказал, прикройте себя и в двух сторон, чтобы вы и распечатки, и печать не попользовались, и как-то диджитально не сорвали ее. Чтобы всю неделю работать нормально, и фишка вот эта, которую он вам ставит или возьмет вашу карту проверки, давала вам зеленую хронологию. Все окей, все окей, но ничего читать не будет. Дальше. А если вдруг, как те, которые хотят из меня бандита сделать, он сделает распечатку скорости, и на ней будет мык, на вот этих 10 километров он это найдет, то к этому прилагается ваша распечатка, распечаткается. Это две перестраховки. Теперь вернемся, кто не смотрел видео, как это делается, как работает вот этот секундомер. Значит, вы видели, вы видели, уже живой топографсивный, да? Вы видели, что там есть часы, и на часах там написано в уголке, в левом сверху, например, 19.38. Есть. Я объясняю, как садик, как детский сад, чтобы вы поняли, может быть слишком скрупулезно, но вы сейчас поймете, в чем заключается. Все время на разных таймерах, Новый год, на вокзале, везде, имеет три разряда, еще есть здесь секунды, правильно? Время же как поменяется? Это 38-я минута, перепрыгнет на 39-ю, когда здесь наберется 60 секунд, правильно? На токографе, на дисплее для вас визуально имеется только двухразрядные часы. Зачем? В этом секунду мы не знаем буквально. Вы не видите, но они есть, но они не могут не быть, потому что он себе в мозгах считает эти секунды. И когда тут включится 39, тут будет 00, 01, 02, 03, 04, правильно? И дойдет 60. Как работает токограф? И почему называется правило именно одной минуты? Современные токографы, те, которые с 13-го года и дальше, очень старые могут этого правила не иметь. А современные уже 8 лет, и вам такие машины на европейском рынке могут только попасться. Это может быть где-то там у нас в Украине или в Беларуси, в России могут быть еще токографы там, бог знает какого года. Поэтому это вообще упускаемо. Работают так, что когда вот этих 60 секунд начинает отсчитываться, вот эти все режимы 4, руль, молотки, кроватка, конверт, они засчитывают ту минуту, минуту, слушайте внимательно, минуту, таким режимом, больше всего секунд этого режима сколько зашло? Ну, если больше 30 секунд? Да. Если 31 секунда прошла кроватки, а дальше пошло вождение, то эта минута запишется в хронологию всю, как кроватка. Если ты достоял до 29 секунды и на 29-й поехал, и, соответственно, сделал 31 вождение, и дальше поехал на следующую, но 31 вождение, то уже будет вождение записано на всю минуту сначала, от первой секунды. Это понятно? Да. Смотрите, что мы делаем. Имеем циферблат. Да? Ой, уже Юлин, хломастер, Н, накрылся. А он новое купил, может быть? Ну, я ему просто вверх ногами держал, наверное, это сбраска. 12, чтобы все не писать, я не плохой художник, 12, 3, 6, циферблаты и часов, да? Смотрите, что я пользуюсь для этого просто обычными часами иногда. Какое-то мгновение, какое-то мгновение у нас здесь загорается 39. Мы этого не видим, но оно есть. В тот момент, как тут загорелось, я собираюсь сделать то, что ты спросил, да? Потерпить те, которые потерпят пару секунд. 39 только загорелось, я хоп, включил секундомер, например, на телефоне. Ну, я именно на циферблате таком объясняю, потому что это гораздо легче понятно. Включил секундомер и продолжаешь стоять. Стрелка тык-тык-тык-тык-тык идет, и я стою, и я стою, и я стою, и я стою, и я стою. Только стрелка здесь, сколько стрелка здесь. Бу, я поехал. У меня дальше, дальше горит 39-ая минута. И следующую минуту 29 секунд можно было. Едешь, 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 едешь. Тут хопа загорелось 40, когда стрелка сюда дошла. Ты едешь, 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 и ты до этого времени должен остановиться. Реально можно сделать 58 секунд вождения. Но я вам этого не рекомендую, потому что может не сработать так просто датчик черного. По 5 секунд здесь и здесь, 50 секунд я ехал, ничего не срывается. Но если стартанул, как я сказал, если отъехать нужно, ну видите, вот как от меня до стенки, да, реально 10 секунд, вообще ничего не надо, не заморачивайся. 10 секунд, где бы ни зашли, 10 секунд никогда не сработает я. Понимаете почему, да? А включается с того момента, как только начало колесо. Так только колесо покрутилось. С четвертой секунды, реально, на четвертой секунде. Но оно выглядит четвертой, как будто сразу. То есть, отъехал двигатель и доставляешь, чтобы на такой графе стояла кроватка, да? Она стоит. Да. Сказал человек, ты уже простоял там 10-12 часов. Нет, в этот момент ты не строгаешь. Нет, нет, тут другое, я сейчас хотел бы оговорить это. Когда вы сделали вот эту манипуляцию с такого графом, быстро, или заглушил двигатель, или нажал пальцы, потому что если я открою переводки, пойдете, смотрите, проехал ли он, машина на молотки встала, и вы все профукали, и уже у вас пауза сорвется. Вы прыгнули вперед на этих 10-20 секунд, или даже, как я навел пример, за 50 можно маневр сделать, и задним ходом еще заехать, если вы умеете ездить. Понимаете? И вы остановились, и быстро или глушу ключ, или нажал. Делаю распечатку, прошу, чтобы мне прежде штамповать, и имею без страховки, и с понедельника у меня все чистит. А распечатку до или после этого? После. После этого можно в росте. Хорошо, еще один вопрос следующий. Нам не хватает 50 секунд, потому что... Я сам записал там программ, на то, чтобы перебиваться. Два раза мы можем так делать? Можно, но нежелательно. Это уже может действительно выглядеть на... Да, два, два, ну а что делать? Ну а что делать? Ну это реально... За два по 50, ты же реально отъедешь очень далеко. Ну да. И это уже нереально, если кто-то... Если это всплывет, если это всплывет, то это более подозрительно на то, что ты знаешь, что тебе Богдан рассказал, и ты это делаешь специально. Так, вариант один, ты прикидайся дурачком. Никто не знает, что ты по секундам это считал. И что тебе могут предъявить? Это ваши проблемы, что вы сделали такой топограф, что он не сорвал мне папу. Я собирался ее сорвать. Я собирался все описать, а она возьми, да не сорвалась. Вы не будьте... Вот те люди, которые мне пишут, это бред, это об этих всех... Практично подойдите, как у себя на даче в делах. Я вам лучше вам хочу посоветовать, а не то, чтобы вас подставить под какие-то... Конечно, если ты дурак, то ты себя сам подставишь. Но если ты все грамотно оформишь, тот, кто тебя проверяет, не царь, не бог. Он проходил лекции вместе со мной в одном зале. И там они глупее выглядят, чем на дороге, когда на вас такие, деловые наезжают. Поэтому пользуйтесь этим. Но распечатка в таком случае нужна только, если тебя проверили по скоростному этому режиму, да? Ты сидите, я распечатку никому не показываю. Ну да. Пока не возникли никакие вопросы. Да, пока нет вопросов. А вопросы... Я вам даю 99,9, что вопросы не возникнут, если у вас осталось не совпадать. Вот это что мне так просто... Люди, которые разобрались и хотят все-таки смотреть видео, которое я рассказываю, и хотят не помочь вам, а сказать, ну, вроде бы правильно, но я найду за что, типа, его просто опустить. Они хотят доказать что-то... За 20 лет мне просто распечатку делали скорости, чтобы меня поймать, не еду ли я быстро. За спиной у меня 200 километров дороги, где не было автобана. Они хотят... Там можно в Италии 70 ехать. Они делают распечатку, чтобы посмотреть, ехал ли я 90. Понимаешь? Это да. Но чтобы кто-то за 20 лет работы у меня взял распечатку и сопоставлял с паузой, это же это надо. Это надо сопоставить паузу, с которой минута началась, и смотреть, идет ли непрерывная линия. Такого у меня еще нет. И я желаю, чтобы и у вас такого нет. И скорее всего, что его не будет. Это бред, который просто людям лезет в голову, чтобы просто вам усложнить жить. Посмотрите, вспомните мои слова через, дай бог, через 3-5 лет, но я вам это говорю от чистого сердца. Так оно и работает. И я считаю, что в данной ситуации, когда сложилась такая пекарная ситуация, это самый логичный способ выйти с сухими из воды. Типа перестраховаться себя и сделать вид, что ничего не произошло, но иметь страховочный, как бы вариант. А если, допустим, вытащил карту перед этим, допустим, не та же ситуация, что пришел человек, в этой ситуации, а если я просто, допустим, сяду там 2-3 минуты, ну, просто поеду, то есть, как бы моей карты там нету, я смогу потом сказать, что там коллега отъехал. Я понял. Я понял вопрос и расскажу тебе сейчас, как работает. Смотри, в чем плюсы, в чем минусы. Дело в том, что, как ведет себя такой, если ты, он стоит без карты, ну, неважно, допустим, на заправке или на своей фирме, как я рассказывал, что мой человек подгонял под фотографию там машину. Если без карты ты кронулся, кронул машину, то красный экран и ошибка загорится не по этому закону, а на 4-й секунду. Везда без карты. Везда без карты. Везда без карты. То есть, это не работает. То есть, срыв, потому что в этом варианте, в этом варианте еще уточню, может, кто-то думает, может, кто-то думает, что если он в этом месте тронулся и значок кроватки будет все это время висеть, нет, загорится руль, начнет писать скорость, все будет происходить, что вы не поехали и не подумали, блин, он сказал, что не будет срываться, сорвалось, уже загорелся руль, загорится руль, все будет гореть, кроватка не будет висеть 50 секунд, не думайте, но потом, когда вы до этого времени нажмете и остановитесь, оно себе все обдумает, пересчитает и запишет непрерывное крово, этот руль исчезнет, кроме распечатки скорости, да, а вот ситуация без карты, когда чип-карты нету, у тебя загорелся руль, там, руль или колесо, там, у тебя сразу красный экран, там, надпись, ТКО, все, бам-бам-бам, и все, и эта ошибка уже есть, варианты, теперь, прокручиваем, какие возможны, а каждый себя выбирает в меру своей распущенности, да, потом, если тебе нужно сместить ее, и тебя вообще ничего не интересует, эта ошибка, которая останется в машине, зайдет на распечатку первому, кто засунет свою карточку, тебя вообще не интересует, ты ее отменил и поехал, закончилась каранция, есть и такие люди, есть и такие варианты, да, то есть, тебе лично, как ты сказал, я не я, и хата не моя, тебе никто не докажет, что это сделал ты, если твоей карты там не было, но, если ты это сделал с машиной, на которой ты работаешь постоянно, ну, месяц, и в один из уикендов, то тоже, ну, типа, теоретически тебя не могут не за что привлечь, доказать, что это был ты, ну, люди тоже не олени, они же все понимают, кстати, приехал кто-то с Польши в Германию тебе переставить машины, а ты, а ты ушел там к любовнице, да, то есть, ну, все понимают, что это был ты, и тут попробуй доказать уже, самый лучший вариант, если все-таки машина оказалась, кто-то там уже говорил сзади, включить аут. Я имею в виду, допустим, чтобы, не, я понимаю, делаешь распечатку, перед тем, как отогнать, как бы, заполицаем, ну, допустим, распечатку, потому что карту, ты был похож, ну, распечатку транспортного средства он может сделать, все равно, и без карты распечатка делается, но распечатка не на тебя, а транспорта, нету смысла, да, нету смысла, ты себя к этому истории уже не привязывай, но чтобы быть солидарным с тем, кто будет засовывать туда, а может быть, это будешь и ты, эту карту следующую, ты, если уже такое обстоятельство есть, допустим, смоделируем такое, что, как делают автосервисы, автосервисы по правилам, как вам рассказывают, они имеют свою карту, и должны вставлять свою карту, карту автосервиса, так закон вас учил, но на деле, никто этого не делает, я вам гарантирован, никто этого не делает, потому что у них одна карта, и стоит на ямах 10 машин, на большом автосервисе, кто будет там Freda переставлять водить, я вас умоляю, никто этого не делает, вы загнали машину в автосервис, вытаскиваете свою карту, Пожалуйста, потому что, во-первых, они вам там порвут что угодно, во-вторых, если это работа, например, с цеплением или с какими-то органами по трансмиссии и вам отсоединят датчик, то вам там ужас, что начнет писать по распечатке, куча ошибок и это все ляжет на вашу карту, вытаскиваете карту и лучше всего самостоятельно включаете аут. Или если механик при памяти, в принципе, сейчас я уже вижу и механики включают, я оставлял свою машину, никаких ошибок, но карту никто не оставлял, аут, 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 чтобы посмотреть, что там было, пока она была в автосервисе, если вам не единение вещества, как раз распечатка транспортного средства, вы посмотрите все их перемещения, когда включали аут, что делали, сколько проехали, выезжали на дорогу пробовать, они даже на ауке выезжают пробовать ее там вокруг, по соседним улицам, их никто не трогает, им автосервис, они далеко не едут, они так делают. Ну, Виталий так делают, я думаю, и веки там делают, и здесь так делают, да, и ты вот, когда включишь аут, то вот эта история меняется сразу, карты нету, но ни на четвертой, ни на тридцатой, ни на какой другой красный экран и с этими ошибками не загорается. То есть ты на ауке покатался без карточки, там подвигал ее, никогда не признавайся, что это сделал ты, потому что сам тебе как пишешь приговор, да, я, но извините, это был я. Не, это не я. Это не я, этого доказать нельзя. Ну, чтобы машина была чистая и чисто у следующего человека, который вставит ее, старайтесь включать это аут и просить людей, чтобы это делать. Это понятно? Через какое период времени стирается из мозгов машины скорость, что мы в минуту ехали? Год точно. А год цир? Ну, они уже не сравнят, да, твои группы? Ну, они как бы не должны, за исключением того, что какие-то ужасные аварии происходят, тогда уже закрывают, клевать хотели на все законы, они этого водителя хотят проверить по полной все наизнанку. Даже это больше, чем у вас. Вот, фирма, для чего? 28 дней можно проверять, а фирмы, вот эти данные, которые скачивают вашу активность, я знаю, наверное, где-то вам рассказывали, здесь 5 лет держат. Ну, а так и карта действительно. 5 лет должны держать всех водителей, всю хронологию работы, когда приходит инспекция вот эта, рабочая, ну, это может случиться в меру какого-то, ну, сумасшедшего происшествия. Кстати, тоже такой момент, вот Юра нам рассказывал, Юра, естественно, закончил, то все рассказывал, вот эти, как трудовая инспекция, как они называются, это и 6 часов, и 60 часов в неделю. В Италии, те же 6, 50 часов, но он говорил, что в разных странах может немножко обучиться. Нет, те же, так же самое, да, так же самое. Но тут не переживайте сильно, потому что вкладываясь в эти 13-15 часов, которые все приводят, ну, очень нелегко переводить. Ну, вот этих 6 иногда можно. Этих 6 иногда можно, да, 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 согласен. А за 60 мэйки это сложно. Это практически на практике. Это же молотки плюс вождение. Да. Да. Почему сложно? Ну, на молотках вот стоишь часто, ну, если туда пойти. Ну, часто, но, подожди, нужны паузы, перерывы. И у тебя, смотри, давай смоделируем ситуацию. Обычно люди работают 5, иногда 6 дней, да. Ну, вот надо 60, надо, чтобы у тебя на протяжении недели было по 12 часов, вот чисто это реактивно. 12 часов. А 13 или 15 весь день нужно всунуть туда 45, 15, там какие-то. Ты понимаешь, что это, я не говорю, что невозможно эти 60 превысить, но я говорю, что на практике это немножко сложновато сделать. Если же у тебя такая работа, что ты выезжаешь по 50 часов, там, первую неделю, и в сумме за 2 недельную циклу по 90 часов вождения, то априори у тебя не создаётся времени на болотки тогда. Потому что у тебя такая работа, что ты варишь и варишь, и ты далеко едешь, там, подъехал 4 с половиной, отстоял там час, поехал опять 4 с половиной, ещё там, О, Сань, сейчас одно ещё, это понятно, да? Да, Виталий, и так же, но на практике, за шестью следите, потому что это реально можно, Юра рассказывал, знаете, как если на болотках простоял 2 с половиной часа, то тогда в сумме это, что говорим, 3 с половиной, да, 3 с половиной вождения, а не 4 с половиной туда остаётся, чтобы это в сумме... Причём это немножко дмюшновато, такой граф вас об этом не пишет. По крайней мне ещё такой не попадался, может последняя, последняя, последняя генерация, вот у меня машина, конец 19-го года, и в ней это не пишет. Ну вот ты, ты 3 часа на болотках отстоял, двигатель он тебе даёт 4 с половиной вождения, а по этому декурету это получится, может... Хотя на практике, тут, наверное, в Польше цепляются, как говоришь, это давай инспекция, хотя на практике идёт диджитализация этого всего процесса, и я вам расскажу, что по лица и последних лет, ну, по крайней мере, Виталий. А не, это насколько Юра вот нам рассказывал, по лица и вообще не имеют отношения к тем, кто на сферме провел. Они, ну, это касается и других нарушений тех, кто... Они так разлинились, что многие, многие вещи, в том числе вот это, что я про минуту рассказывал, выяснить, нужно там, как Шерлок Холмс, разрыть это и посчитать это. А им раздали машинки, они, пам, подключились, пам, и программа такая же, как у ваших токографов, только цифровая, как со стороны проверки. Она, попу, у нее шефа есть на фирме, у нас скачанная такая программа, и после помидор, на помидорах мы иногда там находим, выходим, ну, не укладывая совсем много работ, в первую очередь ехать на дорогу, чтобы, ну, где-то подальше, в других провинциях нас не поймут, что мы помидоры, он все поедет, зайдите в офис, ставьте карту, проверим. И они, я видел, как он работает, цветами желтый, как светофор, зеленый, желтый, красный. То есть, красный это серьезное нарушение, желтый это, там, очень незначительные нарушения, есть категория нарушения, она сама определяет эту программу, там, не только минут выход, это допустимые какие-то зазоры, это превышение, но такие, которые могут даже обойтись устным предупреждением, да. И зеленым, когда у тебя все, он вставляет, бам-бам-бам-бам, оно все зеленым-зеленым-зеленым закалилось, и на самом деле, вот эти все подводные течения, чтобы что-то выяснить, надо брать. И они не хотят больше, они разгляделись, они этого не делают, ну и слава богу. Но если вы понимаете хорошенько, как я говорил тут про это, для чего я это рассказываю, если вы разобрались на 100% как работает эта техника, то в некоторых моментах, не призываю вас, опять-таки говорю, повторяю, сотый раз, нарушать или что-то манипулировать. Если вы знаете, с чем вы работаете, и знаете, какая логика будет проверки, вы более уверены в себе, вы можете с этим работать. Я думаю, что в этом нету большого греха. Это ясно, да? А вот, допустим, если перед тем, как, допустим, мне дали машину, ну, как ты говорил, до меня кто-то взял, так вытянул карту, поехал, так ты говоришь, у меня эта ошибка всплывет, как она мне может, ну, так помешать? Никак. Тебя за это не будут штрафовать. Вы когда сделаете распечатку свою, если вы уже водитель, который ездите давно, карта 5 лет, у вас, конечно, все, ну, если вы там сделаете первую, вы начинающий водитель, она у вас там невинная, такая невинная, что у вас там все будет по нулям чисто. Но она распечатка, делали ли я распечатку по Симе Нусулатному? Нет, нет, нет. Не делали эту распечатку, да? Там, вверху распечатка так выглядит, я ее уже точно не помню, но там, блин, взял бы, лучше было бы. Это звучит. А, вот, смотри, есть распечатка, спасибо. Спасибо. Ну, тут всем не видно будет, но мне напомнит заодно, как есть. В начале дата, потом в шапке там этой распечатки марка, информация, которой даже не нужно ее читать, и вам она ничего не несет, распечатки, распечатки марка такографа, потом ниже данные сервисного центра, который каждый год дает, обслуживает этот такограф, да? Меняют батарейку, ставят пломбу, наклейку. Виталий, я не знаю, может здесь чуть-чуть по-другому, но я думаю, что это общие правила законные, на стойке у двери наклейку. У каждой три года? У каждой три, да? У нас каждый год это дело. Нет, такограф два. Техросмотр в год, но такограф один работает на два. У нас каждых два. Ошибся, вот. И по этой распечатке уже можно, они вводят свои данные. Найти тот автосервис, если как я рассказывал там вчера кнопка под панелью, да? То можно прийти к тому, кто эту кнопку поставил. Или наоборот поставил другой, но они когда проверяли, должны были найти это. То есть это не так работает, что многие на самом деле так и работают. на юге Италии, что надо, мне завтра техосмотр. Сделай меня и расключай. Все нормально, работает. Да, все нормально. Часы идут нормально, нормально. Давай сюда бумаги. Ну, как техосмотр у нас был в Советском Союзе, да? То есть никто не выходит к машине. Ну, сейчас я вот в парне был последний, делал на Мерседес-центр. Я уже удивился. Молодой пацанчик такой, 25 лет где-то. Он там все наизнатку повернул, все отключил, вытащил его, проверил все пломбы. Нарисовал мелом линию рулеткой, отмерил длину колеса. Я проехал вперед и назад, чтобы он замерил длину колеса и ввел, перевел это. Хотя это все работало. Выехали на дорогу. Он включил GPS-прибор и проверил, совпадает ли километр в километр. У моих 90 на максимум, где срабатывает отсекатель. Действительно ли это 90, а не 91, 2, 3 или наоборот 89. Все проверил. И тогда выдал этот сертификат. Ну, к сожалению, не везде так работает. Их не дали. Потом дальше у вас идет хронология вашей работы. Там черточки, поехал, молотки, поехал, стоял, поехал, стоял. Тут подытоживание в конце. Сколько было за день всего. Вот смены, выход. И ниже вот эти вот линия, 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 линия. Это ошибки, про которые ты спрашиваешь. Которые, которые были в этом документе. Но это такие более всего актуальные, которые мне припоминаются. Вот недавно, вчера ребята говорили, что смотрели видео, я снимал. Хлебу снял. Разрыв напряжения. Это выходит туда, на распечатку. Не важно, был, была карта внутри или ее бы не было, я потом бы вставил. Вот там внизу будет эта ошибка. Вождение без карты. Там будет эта ошибка. Превышение скорости. Если ты более минуты ехал, более 91 км в час и более. И где загорелось на вере. Тинь, 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 тинь. Превышение скорости. Оно будет там. За превышение могут привлечь внимание и потом зайти на ту распечатку, по которой мы говорили с парнем уже вытащить за весь день. Как же ты ездишь? Если уже туда зашло больше минут. Давай посмотрим поминутно весь день, какая у тебя линия нарисовалась. А все остальное без карты, клемму снимал. Они за это не дергают водителя. Но эти ошибки висят фактически постоянно. Сколько у тебя карты? То есть у меня есть ошибки двух-трех годовой давности даже. И многие спрашивают, а когда же они чисто из-за спортивного интереса? Как же они исчезли? Неужели на всю прямо жизнь оставшуюся, да? Работает так. В старых такографах было 5 ячеек, а в новых 10. То есть что означает ячеек? 5 черточек. И новую карту взял, раз накосячил, одна. Два раза там накосячил, через полгода, вторая. Нашел до 10. Сделал одиннадцатый раз. Самое первое ячество. Подвигается. То есть вы их можете только выдавить, выдавить другими. На практике если тебя остановили, а у тебя вождение без карты. Трехдневной давности. И потом еще одно. 7 месяцев назад. И снимал клемму лишь тем и тем один раз. То это никто не обратит внимание. Если у тебя вождение 10 этих ошибок и всех 10 за один день, за один день вождение без карты. То есть тебе сказали загрузить на этот. Не смешно, потому что там по минутам, там моментально будет. Все эти зайдут, уже не будет. Все. Ты выдавишь все, что там было у тебя. Ты подъехал под склад, заправил машину, под цистерну, подъехал под рамку, загрузил, отъехал, отцепил прицеп, отъехал тягачок, зацепил еще раз. И все это дело есть без карты. Между этим по минуте у тебя чун-чун-чун. Тогда могут сказать. Слушай, блин, тут вся эта, вся лента уже могут на это обратить внимание. Это чисто человеческий фактор. Это нигде не описано. Но на практике так нам ровно. Если это одна с большими месячными разрывами, никто тебя за это не оштрафует. Даже если тебе дали на каденцию машину, которую вчера дергали, и у тебя это зашло на твою карту. Не забивай себе этому головы. Главное, чтобы все остальное у тебя было чик. И у тебя ешь на следующую каденцию через 4 месяца, и она у тебя будет дальше. Она у тебя будет дальше. На распечатку. Так работает. Есть такой вопрос. Да. Как насчет контакта фирмы составляют вреда чуток? В каком облакате надо отдастся? Ну, могу я так сказать. Вреда чего-то или не так? Я вообще не понимаю смысла. Зачем? Вот они зачем это ответят? Я так понял. Это уже чисто моя. Вот этот закон, который нельзя в кабине делать только 5 часов. Правильно? Они как будто бы. Ну, ты вытащил. Ты скажешь, что ты куда-то ушел. Ну, вытащил. Подать тебя на секундочку. Подай. Может перекует? Да, да, я сделаю теперь. Хорошая идея. Спасибо. 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 Спасибо.